Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что, друзья, сегодня вы узнаете о самых крутых бюджетных смартфонах, которые можно купить всего за 100 долларов. Ну и если вам кажется, что за такие деньги ничего нормального не купишь, то обязательно смотрите это видео до конца и поймете, что это не так. Да, потому что в этот список попало много моделей с хорошими дисплеями, с мощными процессорами, с объемными аккумуляторами. При том, если досмотрите это видео до конца, то я вас познакомлю с очень интересными смартфонами, о которых вообще мало кто знает. И вот они вас точно удивят. Короче, давайте не тратить время не зря, подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это уже даже удивительно. Лайк вам чали? Ну а для начала у меня для вас загадка. Значит, что дешевле, чем AirPods, с шумоподавлением, держит 24 часа и еще и с отличным звуком? Что? Правильно, это беспроводные наушники OneMore ColorBuds 2, которые стоят и дешевле разных распрущенных брендов, но при этом звучат и работают вообще ничем не хуже. К тому же, это еще и отличный вариант для владельцев Android-смартфонов, ведь вы получаете весь набор функций без ограничений. Ну, как на тех же самых ушах от компании Apple. В общем, это отличные беспроводные наушнички, ссылочку на которые вы найдете в описании под этим видео. Ну, а теперь мы с вами переходим к видео. И начну я с базовой модели от компании Samsung, а именно Galaxy A03 Core. И, кстати, даже несмотря на такую низкую цену, вот этот вот смартфон получил далеко еще и не стыдные характеристики. Ну, например, в качестве дисплея поставили большой PLS-экран с разрешением HD+. И может, конечно, многим этого покажется мало, но в целом смартфон выдает, я считаю, хорошую четкую картинку. В то же время в качестве процессора поставили чип Unisoc, который, кстати, в последнее время очень часто встречается в ультрабюджетных мобилках. И в целом, вы знаете, не зря, потому что ProS нормальный и справляется с большинством повседневных задач. К тому же вам еще и не придется париться по поводу времени работы смартфона. Ведь в Galaxy A03 Core установлена батарейка на 5000 мАч. И в целом этого достаточно даже на два дня автономной работы. Ну, конечно, все зависит от того, как вы будете пользоваться этим смартфоном. Ну, и ясное дело, что камера вот в таких вот бюджетных смартфонах стоит, ну, знаете, постольку-поскольку. И в целом могу сказать, что ее вам точно хватит для каких-то там бытовых задач, вроде там, не знаю, фотосчетчиков или там видеозвонков. Но учтите, что даже во время них, вот в этом вот пиксельном таком изображении, ваша мама все равно увидит, что вы не досыпаете и не доедаете. Из других особенностей этого смартфона можно отметить тройной слот для карточек, который позволит вам уже поставить сразу, например, две сим-карты и карту памяти. К тому же здесь еще есть и поддержка OTG. То есть вы еще сможете подключить обычную флешку, чтобы смотреть с нее, например, фильмы, слушать музыку, короче, и так далее. Все же, знаете, когда дело заходит о бюджетниках, то вот тут вот китайцы могут предложить гораздо больше. И вот сейчас я вам расскажу о очень интересной модели от компании Infinix. И вот у меня к вам вопрос. Вот что нужно обычно людям, которые подбирают бюджетное смартфон? Ну что? Ну, скорее всего, это большой экран, чтобы смотреть там, например, YouTube-чик. Ну и толстый аккумулятор, чтобы телефон жил как можно дольше. И, собственно, все вот это вот и даже еще и больше может предложить Infinix Hot 10 Play. Ну, например, дисплей здесь аж на 6,82 дюйма, что, я считаю, очень много как для смартфона. И вот плюс в том, что такого экрана вам хватит как для рабочих задач, точно так же и для развлечений. То есть можно удобно, например, редактировать документы, а также еще смотреть, например, там, сериальчики или там, YouTube. Ну и ко всему такой смартфон еще и отлично подойдет, например, пожилым людям, так как можно поставить, например, большой шрифт и большие иконки. И на экране все равно будет помещаться много информации. Притом Hot 10 Play еще и питается от аккумулятора на 6000 мАч, которого вам хватит реально надолго. А особенно, если вы еще и будете использовать смартфон исключительно для звонков. И прежде чем продолжить, я хочу довести до вас одну информацию. В это военное время я нахожусь в родной Украине и всячески помогаю своей стране. А помогать мне своей стране позволяет вот этот вот канал. Ну, а ваша самая лучшая помощь для нас, это просто смотреть наши видео, которые мы действительно делаем для вас. Спасибо, что вы с нами. И помимо всего, что я уже сказал о Hot 10 Play, я еще хочу похвалить и производительность смартфона. Потому что Infinix поставили, я считаю, неплохой процессор Helio G25, а также еще и облегченную операционную систему Android Go Edition. Так что даже если вы возьмете, например, версию на 2 гигабайта оперативки, то смартфон будет все равно работать нормально. Вот только накопитель вот в этом смартфоне, вы знаете, прям маленький. И максимум вы получите только 32 гигабайта. Но зато, например, есть слот для карт памяти microSD и поддержка OTG. Ну и скажу я вам, что к такому большому экрану, ну, оно ж не грех еще и мышку с клавиатурой подключить, правильно? Ну, а камеры здесь уже будут все-таки получше, чем в Самсунге, так как разрешение модулей немного выше. Но все же, вы знаете, снимки отдают бюджетностью, и вот хорошие, именно хорошие фотки вы получите только при ярком освещении. Ну и если вам нравятся, например, характеристики Hot 10 Play, но только хочется более проверенный и раскрученный бренд, то обратите свое внимание на Nokia C30. Потому что этот смартфон точно так же может предложить большой экран на 6,82 дюйма и емкую батарейку на 6000 мАч. Да, так что можно хоть целый день сидеть, например, на работе и смотреть мои видео. Кстати, моему одному знакомому за такое на работе даже премию выписали. Ну, это не точно. И у меня будет вам еще одна просьба. Пожалуйста, напишите в комментариях, что для вас самое главное вот в вашем смартфоне. Это, например, камера, дисплей или там аккумулятор, или еще мощность. Ну, то есть, что для вас самое важное? Мы с Рустиком прочитаем ваши комментарии и поймем, чему больше стоит поделять внимание. Ко всему здесь, как и в предыдущей модели, тоже используется упрощенная операционная система Android Go. Так что этот смартфон точно не будет влющить на каждом шагу, что, честно говоря, вообще редко встречается в таком ценовом сегменте. Правда, судя по официальному сайту, Nokia выпускает только версию на 32 гигабайта постоянной памяти. Так что вместе с этим смартфоном обязательно купите еще и дополнительную карточку. Ну, или к каждой фотографии просто относитесь, как будто вы снимаете ее не на смартфон, а на пленку. Ну, а вот по камерам все плюс-минус точно так же, как в Infinix. То есть, фоткает он нормально, но только при хорошем освещении. И на фоне всех вот этих вот бюджетных смартфонов выделяется Viva Y1S, который очень понравится многим за счет своего дизайна и характеристик. И вот первый плюс вот этого смартфона, это, конечно же, компактность. Ведь дисплей у него всего на 6,22 дюйма. А ко всему такой вот маленький экран еще и хорошо влияет на качество картинки. Ведь разрешение картинки здесь все так же HD+, а размер дисплея меньше. Значит, пиксели будут не так заметны. А если вы еще, например, дальнозоркий, то вообще не экран, а песня. Также мне еще понравилось, что Viva не стали пичкать свой смартфон кучей каких-то ненужных камер, а поставили только одну основную камеру и одну фронталочку. И если вот передняя камера еще годится разве что только для видеозвонков, то вот основной модуль, я считаю, даже очень неплохой. И пускай, конечно, детализация на снимках не очень высокая, но в целом кадры хорошие. Ко всему Viva еще поставили неплохой, я считаю, процессор, который даже справляется с тяжелыми играми, типа там той же самой PUBG. Ну и ясное дело, что с простыми приложениями, типа там Ютуба, Телеги, проблем тоже не будет. Правда, вот места на смартфоне маловато, ведь встроенной памяти здесь тоже только 32 гигабайта. Но зато, например, можно подключить карту памяти, так что проблема в целом небольшая. Ну а что касается батареи, то здесь аккумулятор всего на 4030 мАч, и, кстати, никакой вам быстрой зарядки. Ну а если вам нужно, например, памяти побольше, да, или там, например, аккумулятор потолще, то я вам советую присмотреться к следующей модели от компании Realme. И вот создавая Narzo 50i, Realme решили не выпендриваться с дизайном, и сделали просто, но со вкусом, что я считаю, очень правильно. Ну вот все же дизайнеры Realme зачем-то мне непонятно, но решили поставить динамик на спинку, что я считаю, вообще непрактично. Ну да, потому что если, например, положить там телефон, например, на стол или на диван, то звук будет приглушаться. Но зато, например, с производительностью здесь все нормально, ведь этот смартфон работает на упрощенной операционке от Realme UI Go на базе Android 11. Ну, то есть система будет не сильно нагружать процессор, а значит разных глюков будет меньше, если они вообще и будут. Ко всему, Narzo 50i еще и выпускается с оперативкой на 4 гигабайта, постоянной памятью на 64 гигабайта, и даже есть еще и слот под карту памяти. Так что места там для музыки, фоток и прочего хватит вам с головой. И могу сказать, что этот смартфон можно реально использовать как плеер, ведь здесь стоит аккумулятор на 5000 мАч, и многим вот этого вот заряда хватит даже на 2 дня автономной работы. Правда, вот быстрой зарядки здесь нет, как и NFC-модуля. Но тут можете использовать, например, вот этот лайфхак с приклеиванием карты банка к задней стороне смартфона, он тоже отлично работает. Ну, а в остальном это стандартный бюджетник с HD+, дисплеем и слабенькой камерой. Но вот зато у следующей модели от компании Blackview есть много того, чего нет ни у одной из предыдущих моделей смартфонов. Если вам нравятся такие форматы бюджетных смартфонов, то поставьте лайк этому видео. И если мы наберем 30 тысяч лайков, то мы с Русиком сделаем еще топ смартфонов дешевле, чем 100 долларов. И вот если вам нужно нормальное количество памяти за минимальную цену, то вам подойдет Blackview A80+. Ведь базовая модель этого смартфона предлагает 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Правда, вот забивать накопитель вы будете только музыкой и фотками, потому что процессор здесь прям очень бюджетный и слабо годится для игр. Ну, не знаю, разве что вы только фанат слайд-шоу на тему пабга. Но зато, например, A80+, получил сканер отпечатка пальца, а также есть еще и модуль NFC. Так что сможете быстренько разблокировать устройство при помощи одного касания пальцем, а также еще и расплачиваться при помощи смартфона в магазинах. Кроме того, Blackview еще может похвастаться современным портом для зарядки USB Type-C. Так что вам не придется потом постоянно заморачиваться с тем, как же правильно подключить смартфон к зарядке. В то же время вот камеры, это, вы знаете, ну какой-то прикол. Потому что вот видите, на спинке здесь виднеется аж 4 объектива. Но вот в характеристиках говорится только об основном. Так что, по сути, здесь только одна камера, которая, следовательно, фоткает на цену смартфона. Ну а в плане экрана и батареи ничего особенного. То есть вы получите IPS-дисплей с разрешением HD+, и аккумулятор на 4680 мАч с обычным зарядником на 10 Вт. Но зато вот следующий смартфон может похвастаться более мощной зарядкой и надежностью. Но сначала важный совет. Значит, если вдруг вы проходили рядом с каким-то пауком, и решили засунуть ему палец, чтобы он вам передал вот эту вот суперсилу, а он вас укусил, и после этого у вас темнеет в глазах, и вам вообще, в общем, становится плохо, то не стоит нервничать. Значит, что нужно сделать? Во-первых, достаньте свой телефон. Во-вторых, заходите на канал и смотрите все мои видосы подряд. Да, конечно, яд от этого у вас не рассосется куда-то там, и вам будет становиться еще все хуже и хуже, но хотя бы вы так сделаете хоть что-то полезное и умное в своей жизни. Как говорится, вам не сложно, а мне будет приятно. Ой, не благодарите, подписывайтесь. Итак, продолжаем с вами дальше смотреть на смартфончики. И вот дальше у нас с вами Samsung Galaxy A03s. И вот это вот, вы знаете, действительно, вот так хорошо сбалансировано по характеристикам модели. Ведь чуть больше, чем за 100 баксов, вы получите смартфон с процессором Helio P35, который является отличнейшим решением, как за такие деньги. И может, конечно, это и не игровой чип, но его мощности вам хватит для того, чтобы комфортно пользоваться этим смартфоном. Также под крышкой у этого смартфона установлен аккумулятор на 5000 мАч, который поддерживает блоки питания в 15 Вт. Вот только в комплекте лежит блок питания мощностью в 2 раза меньше. Короче, вы сами все понимаете. Samsung, он и в Африке Samsung. Но зато, например, покупая смартфон этого бренда, вы получаете более надежное устройство с гарантией и еще официальными сервисными центрами. Так что, если, например, трубка эта сломается, то вы без проблем сможете ее, например, заменить или, к примеру, починить. И, собственно, на камерах Samsung тоже сэкономили. Потому что на задней панели расположили аж три модуля. Но вот нормально пользоваться можно только основной камерой. Но если вам нужен прям такой крепкий, чтобы был неубиваемый смартфон, то вам 100% понравится следующая модель от Aukitel. И да, кстати, в этом топе есть еще и неубиваемый бюджетник, а именно Aukitel WP12. Вот только корпус его прокачали совсем не по-бюджетному. Ведь он защищен по стандартам IP68, IP69K и даже MIL-STD 810G. Ну, то есть, получается, этому смартфону не страшны ни пыль, ни влага, ни даже падение, правда, с небольшой высоты. И, кстати, таким набором не могут похвастаться даже очень дорогие смартфоны. Короче говоря, это такой терминатор сегодняшней подборки, за который вам не придется отдавать обувь, одежду и мотоцикл. Ну и что самое прикольное, что даже с учетом вот такой вот крутой защиты создатели не забыли еще о хороших характеристиках, да? Например, производитель расчезлился аж на 4 гигабайта оперативной памяти и на процессор Helio A22. И при всем при этом даже NFC завезли. Правда, вот внутренний накопитель здесь всего на 32 гигабайта, но это ничего, потому что его можно легко расширить с помощью карты памяти. Из вот неприятных моментов, которые реально могут разочаровать, хочу отметить медленную зарядку всего на 5 ватт, а также экран на 5,5 дюймов. И если бы это был, например, обычный смартфон, то небольшой экран это был бы плюсом, потому что смартфон был бы компактным. Но все же здесь даже с таким вот маленьким экраном смартфон довольно большой, из-за вот этой вот дополнительной защиты вокруг корпуса. Ну а дальше у нас с вами народный любимец, Redmi 9C, который продается просто каким-то невероятным количеством. И сейчас я вам расскажу почему. Ну, во-первых, в Redmi 9C установлен я считаю хороший, как для такой ценовой категории, процессор Helio G35. И вот он достойно себя показывает не только, например, в повседневных задачах, но даже в играх. Ну а во-вторых, у него неплохая основная камера на 13 мегапикселя. И вот она делает реально годные дневные снимки, которые сгодятся не только для семейного архива, но даже, например, для социальных сетей. Ну и в-третьих, в продаже еще есть и версия с NFC. К тому же в этот смартфон ставят еще и нормальный накопитель на 64 гигабайта памяти. И при этом его еще можно и расширить с помощью карты памяти. В то же время экран, в принципе, стандартный. Это IPS-матрица с HD+, разрешением. Ну а что касается автономности, то все скромно и живет смартфон от аккумулятора всего на 5000 мАч. Притом в комплекте дает еще и обычную зарядку всего на 10 Вт, что в целом, я считаю, маловато. Но, с другой стороны, как для бюджетника, так и сойдет. Ну, не забывайте, что мы с вами говорим о смартфонах за 100 долларов. Поэтому такая экономия, я считаю, все-таки оправданная. Ну а самый интересный бюджетник из сегодняшнего всего топа, по моему мнению, это Realme C21Y. Ну, как минимум потому, что вот эта вот модель может похвастаться уже мощным процессором Unisoc T610, который вообще чуть ли не самый мощный среди всех, что встречались в сегодняшней подборке. И вот он, он уже действительно позволит нормально, например, поиграть, пускай и на минимальных, или там на средних настройках графики. Так что все, с этим смартфоном уже не получится переложить свою вину на аппарат. За свою вот эту вот криворукость. Хотя нет. Кривопаличность. Притом в минимальной комплектации вы получите сразу 3 гигабайта оперативной памяти, а вот уже в более дорогой версии все 4. Ну а вот постоянной памяти ставят всего 32 гигабайта, ну и ясное дело, что карточки памяти здесь тоже поддерживаются. Ко всему смартфоне есть еще NFC, так что можно будет на кассе расплатиться просто мобильникам, и не придется постоянно с собой таскать еще и кошелек. Все же вот в плане дисплея, вы знаете, никаких особых там сюрпризов нет, и это все та же IPS-матрица с HD+, разрешение. И, кстати, то же самое могу сказать про аккумулятор и камеру, и вот по этим моментам все примерно так же, как у этого Redmi 9C. Так что, по сути, Realme C21 выделяется только мощностью. Ну а вы можете выделяться уже в комментариях и рассказывать, какие смартфоны из сегодняшней подборки вам понравились. И обязательно, слышите меня, обязательно посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезные, но еще и веселые и интересные. Ну и главное, помните, что все самое интересное в коробке.